Режим Башара Асада и Россия виновны в гибели 400 тысяч сирийцев. Об этом заявил президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. По его словам, Москва должна понести ответственность за убитых ее авиаударами мирных жителей. Эрдоган также обвинил Кремль во вторжении в Сирию и намерении создать карликовое государство для Башара Асада. Накануне с заявлением о том, что бомбардировки России и сирийских городов унесли жизни большого числа женщин и детей, выступил госсекретарь США Джон Керри. В Тайване продолжаются поисково-спасательные работы после сильного землетрясения. Подтверждена гибель семи человек. Почти 400 попали в больницы с травмами разной степени тяжести. Один из наиболее пострадавших городов – Тайнань. Здесь полностью разрушено 8 зданий, включая одно 17-этажное. Еще многие жилые дома разрушены частично. Некоторые буквально нависли над улицами. Мы спали. Неожиданно моя кровать сильно затряслась. Сверху начали падать разные предметы. К счастью, ничего не упало на моего мужа, но его рука была повреждена. После этого мы медленно начали выбираться. Стена обрушилась, все начало падать. Моя кровать перевернулась. К счастью, на людей обломки не упали, я только руку повредил. Мой дом теперь просто груда развален. Я не понимал, что происходит, и по-настоящему испугался. Никогда не видел такого землетрясения. Нас с женой просто качало со стороны в сторону. В поисковой операции принимают участие не только пожарные спасатели, но и военные. 230 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Поиски уцелевших продолжаются. В результате бедствия тысячи человек остались без электричества. Были обесточены и некоторые крупные тайваньские предприятия. Ощущались толчки и на материковой части Китая. Там они привели к задержке поездов в провинции Фудзянь. Мощное землетрясение произошло на Тайване в ночь на субботу. Сила подземных толчков составила 6,4 балла. За ними и последовало несколько авторшоков. Эпицентр располагался на глубине 10 километров в южной части острова. Украина возобновит экспорт электричества в Молдову, Белоруссию и Литву. Предполагается, что это может произойти уже в марте или апреле. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Он отметил, переговоры по этому вопросу уже проведены. В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал. Его открыли красочные представления школ самбы на улицах города. Самая важная часть праздника состоится на так называемом самбодроме, где участники парада должны не только продемонстрировать свои танцевальные умения, но и представить некую историю. Мероприятие ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова